Сильно напряжённая психика, спазмы, из напряжения дало спазмы. Вот эти спазмы привели к тому, что перестал кровоснабжаться слуховой нерв. Сначала это произошло в правом ухе, потом и в левом. Ну, то есть это как воспаление, я так понимаю? Это спазмы. Кровь не поступала туда. Я просто думала, может, это карма, судьба? Это однозначно судьба. Ну, то есть он потерял слух, потому что совершил какие-то поступки в прошлой жизни. Ну, когда он просто между жизнью и смертью, я молилась. Ну, жизнь сохранили, слух нет, да? Ну, у него слышат. Ну, то есть у него левое ухо слышит, да? Ну, вот я и увидел, что давайте мы ему поможем, мы можем поставить семена. И... Да, то есть мы можем поставить семена. Я направлю их силу на то, чтобы улучшалась работа нерва, вот этого слухового нерва. И это будет длительный процесс, год, полтора, два, и он может начать нормально работать, и все будет лучше. А может быть и второй потом начнет. Ну, я не знаю точно, но всякое может быть. А то, что возраст уже 25 лет... Ну, и что? То есть это к вам вылезло, где-то, да? Нет, это все дистанционно делается. А, действительно. У нас нет лечения, чтобы кто-то приезжал. Все высылается, корректируется дистанционно. Спасибо. Двигаться надо тоже, чтобы организм лечился. Нужно его, как бы, его мотивировать, правильно жить. Если он захочет лечиться, пусть послушает мои лекции, как надо работать над собой, чтобы побеждать судьбу. Ну, пусть тогда носит, значит, семена на ушах. Будет вот эти прилипочки носить. Надо подобрать такие пластыри, чтобы не было заметно. Тогда он не будет стесняться. У меня вот видно пластырь. Не сильно, да? Ну, если присматривали ради этого, то есть поддержка? Ну, да, то есть я спас себе глаз. У меня здесь терминальная стадия глаукомы. В норме 20 давления. У меня 40 было. Я поставил семена. Сейчас у меня 20 на обоих глазах. Ничего не меняется. Вот пока семена ставят, давление в норме. Они контролируют полностью глазное давление. Семена у нас есть. Спасибо. Так что, если у вас больные глаза, можете к нам обращаться. В этом плане. Ну, близорукость мы не лечим, а вот давление можем убрать повышенное. А если дармозукость? Только давление или воспалительные процессы, там, невриты слухового, лицевого нерва мы можем лечить. Это неизлечимое заболевание. Никто не может помочь, но мы можем. Потому что мы знаем, как это действуют. Законы вот эти тонкие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...